Виторическое событие, наконец, слава Богу, мы этот зал тоже возрождаем традиции в этом зале показывать первый раз кино именно Большому худсовету или Генфильмовцам и нашим друзьям и близким нашим журналистам, кинематографистам. Поэтому вот сегодня хотелось бы представить сразу, скажу немножко несколько слов с самого начала, потому что приходится и журналистам постоянно, даже задержался сейчас, отвечал на какие-то вопросы, лучше сразу же расскажу. Изначально референс исторический был по реальному совершенно событию, попало в руки материала уголовного дела УГПУ 19-го года, где задержали гражданку Великобритании, здесь проживающую в Петербурге, с перехваченным письмом разведчиками от Рейли, где описывалась ситуация, реальные события, ну, во-первых, кроме там на двух листах, но кроме всего житейского и там с кем какие сведения передавать и так далее, где помощь она может получить, самое главное, да, и фраза принцесса, ее мать, очень скорбят об известиях, полученных из Екатеринбурга, перечислены все имена царской семьи и так далее. Но между тем, вот, видите, два абзаца посвящено как раз той истории, которую вы сейчас увидите на экране, когда во время гражданской войны молодой генерал Пепеляев входит в Пермь и, в общем-то, так сказать, получает большое количество запасов для того, чтобы дальше участвовать в Белом движении. Потом попало в руки уже литературное произведение Леонида Юзефовича, это из самого раннего его, поэтому, так сказать, права были выкуплены не очень дорого, но тем не менее, то есть присели за разработку сценария, и здесь вот Сергей Олегович, конечно же, потрудился над тем, чтобы создать эту историю, придать ей как можно больше тех красивых моментов, которые вы сейчас видите на экране. Потом мы опять же вспоминаем, знаете, как говорят, вот даже в любом продукте, советские ГОСТы, они как раз как знак качества, вот, соответственно, пришлось вот нам как-то возродить эти добрые традиции и создать картину, которую совершенно не стыдно вам показывать, нашим друзьям, себе, с хорошей работой ансамбля актерского и, в общем, действительно, вот всему Ленфильму потрудиться всем цехам над этой картиной. Вот все, что вы увидите на экране, это производство рук наших, как раз вот сотрудников Ленфильма, наших цехов уже возрожденных, и это все приятно, потому что мы на этой картине из 92 человек, съемочной группы, 15 человек было студентов, в одного студента короткий метод недавно получил даже награду, то есть вот они выпускники школы Сергея Олеговича, с хорошим в итоге будущим и работой уже в больших проектах, кто-то в качестве режиссеров и кто-то пополнит наши ряды сегодняшнего Ленфильма. То есть все эти традиции мы стараемся возрождать. Дальше со следующими картинами уже работать чуть проще будет, и в том числе с этими историческими. Но Ленфильму надо обязательно работать и запускать собственное производство, большие эпохальные произведения, которые действительно смогут загружать всю-всю-всю студию. Поэтому сегодня немножко даже волнительно, это наш дебют, и хотел попросить Сергея Олеговича как раз представить группу. А кто у нас работал, Мальчильский приехал, да? Другого фильма. Ну вот два человека как раз очень хорошим дуэтом отработали, абсолютно дополняя друг друга. Сергей Мальчильский, Сергей Олегович. И плюс вот группа студентов, хорошо себя все показали. А самое главное, что эта картина, запуск этой картины, подготовки, позволила нам очень-очень оперативно, быстро отремонтировать пятый павильон и вернуть ему звание павильона. Все сети коммуникации подключили, запустили. В общем-то, это было наше такое достижение. Как раз основным мотивом была подготовка к контрибуции. Сергей Олегович. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Я буду краток. Я закончил гиг, это написано на моей груди. В 1981 году это написано на моей спине. Поворачиваться не буду. И с 1981 года до сегодняшнего дня я работал на киностудии и работаю на киностудии «Лимфиум». Это написано на экране. И все мои удачи, восхождения и падения, они связаны с этой студией. Я собираюсь работать на ней дальше. Иногда вместе с этой студией мне казалось, что и моя карьера, и эта студия, история этой студии закончена, но каждый раз происходило просветление на небесах. Она возрождалась, начинала работать снова, и сейчас мы все вместе переживаем именно этот период. Поэтому я благодарен этой киностудии за то, что в 1981 году она приняла меня в свои лоны, за то, что она дала мне счастье работать, счастье знакомства с огромным количеством людей, удивительных и великих, как это сейчас понятно уже. Я благодарен нынешнему руководству «Лимфиума» в лице Эдуарда Анатольевича Кичигина, тому руководству, которое доверило мне эту сложную картину, понадеялось на меня. Я надеюсь, лещу себя надеждой то, что вы увидите сегодня. Это продолжение традиции «Лимфиума». Я повторю, что я принадлежу этой студии, этой школе, этой традиции, этой славе, этому счастью. И стараюсь в меру своих сил нести эти традиции дальше. Как получилось, следить вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще хочу сказать, что очень важно, что действительно это наше собственное производство и исполнительным продюсером Ольга Витальевна. Можно? Спасибо. Ольга Витальевна с первого дня ввела картину. Где-то сперва подхватила доработки начальные. Светлана Игоревна, конечно же, мы очень рады тому, что полностью активно принимает участие во всех наших проектах и работает как драматург и, в общем-то, с хорошим характером, участием. Ольга Витальевна, конечно же, ты молодец. Тебе огромное спасибо за терпение и тот труд, который... Первый, всегда, знаете, первый блин комом. Но вот, слава Богу, это благодаря твоим стараниям то произведение, которое принесет вам настоящее эстетическое удовольствие. И я надеюсь, мы как раз по окончании показа вместе сможем обсудить. Здесь по традиции банкет приглашаю, поэтому не разбегайтесь. Ольга Витальевна, я хотел... Важную вещь забыл сказать. Предмет моей гордости, безусловный, в этой картине, это, конечно, актерский состав. У нас был принцип. Мы брали актеров только из города Санкт-Петербурга. Это принципиальная была вещь, потому что я уверен, что актерские залежи в этом городе, они непознаваемы никогда, потому что при том количестве театров и слову, существующей на Маховой Академии, где еще остались люди, способные преподавать, вот с этим у нас в стране никогда дефицита не будет. И, конечно, отметьте выдающегося оператора Сергея Александровича Мачийского, выдающегося художника-постановщика Южакова и выдающейся художницу по костюму Инесса Олеговна Снежкина, у которой моя жена. Аплодисменты. Приятного просмотра. Спасибо. 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 Спасибо.